МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2021 год был очень богат на изменения в законодательстве. Вот один из законопроектов, который был опубликован и вступил в силу с 29 декабря 2021 года, это изменения, которые внесены в закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и изменения, которые внесены в федеральный закон об обязательной дактилоскопической регистрации. Опубликован он был 1 июля 2021 года, но, соответственно, вступил 29 декабря. И, соответственно, с 29 декабря 2021 года все иностранные граждане, которые въезжают на территорию Российской Федерации, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации. Кто въезжает впервые? Я знаю, что в Тверской области таких уже более 6 тысяч, которые приехали после вступления в силу этого закона. Соответственно, по цели въезда мы определяем обязанность по цели въезда. Если иностранный гражданин въехал с целью осуществления трудовой деятельности, либо он обращается за оформлением патента или разрешения на работу, то они подлежат обязательной дактилоскопической регистрации в течение 30 дней с момента въезда. То есть есть месяц, что называется, на размышлении у человека? Да. Если гражданин оформляет патент, то он в любом случае будет в поле нашего зрения, он придет к нам, он придет к нам с заявлением об оказании государственной услуги и, соответственно, предъявит нам те документы, которые необходимо предъявить. И мы его произведем все те мероприятия, которые связаны с проведением обязательной дактилоскопической регистрации. Если человек прибыл сюда, допустим, на месяц, на два и собирается вновь уехать с территории Российской Федерации, нужно ли проходить эту процедуру? Если он иностранный гражданин, его цель визита краткосрочная, то есть до 90 дней или не превышая 90 дней, то обязанность, и это не связано с осуществлением трудовой деятельности, то есть обязанность по проведению обязательной дактилоскопической регистрации на него не распространяется. Поэтому мы говорим, что иностранные граждане, которые въезжают на территорию Российской Федерации без цели осуществления, то есть с иными целями, не связанные с осуществлением трудовой деятельности и сроках пребывания более 90 дней, они уже об этом заранее знают, то они подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, фотографированию и, мало того, прохождению медицинского осмотра, то есть медицинского освидетельствования. Это процедура комплексная. В начале нужно, я знаю, что дактилоскопия занимает очень немного времени сейчас, да, то есть нужно сначала человеку пройти медицинское обследование исключительно на территории Российской Федерации. Те справки, которые он привез с собой, допустим, из Таджикистана, они уже действовать не будут здесь. Медицинское освидетельствование происходит только на территории Российской Федерации. По приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации только те лечебные учреждения, которые определены и находятся на территории Российской Федерации, определены они высшим исполнительным органом исполнительной власти региона, то есть перечень таких медицинских учреждений должен быть утвержден, ну, в данном случае, наверное, постановлением правительства региона. Кто освобождается от обязательной Таджикистана, коротко себе перечень? Те лица, которые у нас уже въехали до 29 декабря, 21 года, естественно, на них эта обязанность не распространяется. Те лица, которые у нас уже живут в правовом статусе здесь, то есть имеют устойчивый правовой статус, это разрешение на временное проживание, вид на жительство, на них это тоже не распространяется. На лица, не достигших шести лет, то есть мы говорим про несовершеннолетних, но не достигших шестилетнего возраста. С шести уже надо. С шести уже, да, обязанность такая возложена. На граждан Беларуси, то есть она тоже не распространяется на эту категорию граждан. Ну и будем говорить так, та категория, которая может быть не так широко у нас представлена, это лица, имеющие дипломатические служебные паспорта, руководители международных организаций, вот на них это тоже обязанность не распространяется. Жители Донецкой и Луганской народной республик, которые приезжают к нам в регион сейчас, нужно ли им проходить такую регистрацию? Если они будут находиться здесь более 90 дней, то, конечно, они такую обязанность, на них эта обязанность также распространяется. Если мы говорим, что они у нас могут получить определенный правовой статус, да, либо обратиться за получением временного убежища, либо разрешение на временное проживание, либо вида на жительство, то в любом случае при приеме от них вот этих заявлений мы также их будем дактилоскопировать, фотографировать. А поскольку оказание государственной услуги связано и с предъявлением медицинских документов, то они нам предъявят этот документ и в подтверждении всех этих мероприятий мы им выдадим документ, подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации. То есть в любом случае они окажутся в поле нашего зрения. И в любом случае мы обязательно дактилоскопическую регистрацию проведем. Занимает ли это много времени, эта процедура, и хватает ли у вас силы на ее проведение? Данная процедура, если говорить ее условно, то есть обратиться к нам иностранный гражданин должен лично в органы внутренних дел, в данном случае в подразделение по вопросам миграции, только лично, предъявив нам соответственно документ удостоверяющий личность и его перевод, заверенный нотариально на несовершеннолетних детей, это должен быть документ свидетельства о рождении, то есть подтверждающий полномочия законного представителя. Обращаются они и предъявляют с этими документами также медицинские документы, то есть к которым относится сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, медицинское заключение о том, что он не страдает инфекционными заболеваниями, опасными для окружающих, и медицинское заключение о том, что он не употребляет психотропные вещества и наркотические вещества. Вот три такие документа он должен нам также предъявить. Если говорить о силах и средствах, конечно, чтобы провести дактилоскопическую регистрацию на сегодняшний день, мы говорим, что она осуществляется с использованием дактосканера, то есть мы формируем электронный файл, то есть тот дактилоскопический материал не нужно уже... Чернелая краска, это уже вчерашний день. Но он тоже используется, но для проведения вот этой процедуры, конечно, используется дактоскан, поскольку мы рассчитываем на то, что к нам обращаться будет значительное количество граждан. Если говорить о тех лицах, которые въехали к нам для получения разрешительного документа для осуществления трудовой деятельности, то есть для оформления патента и разрешения на работу, у нас уже на сегодняшний день дактилоскопировано порядка двух тысяч иностранных граждан. То есть вот такая дактилоскопическая регистрация. То есть к нам обратилось порядка двух тысяч иностранных граждан. Соответственно, дактилоскопическую регистрацию, проверки мы провели И выдали такой документ порядка 1300 иностранным гражданам. Вся эта информация будет храниться в едином центре? Где-то она аккумулируется в одном месте? Да, у нас существует централизованный, интегрированный, автоматизированный дактилоскопический массив информации, ЦАДИС, МВД, куда поступает централизованно вся эта информация и там хранится. Марина Владимировна, мы сейчас говорим, когда говорим об этом законе, мы прежде всего говорим о соблюдении мер безопасности жителям России. Это все для того, что делается, чтобы контролировать тех, кто приезжает на территорию России. Разумеется, поскольку ранее к нам до введения в действие данных изменений в законодательстве к нам езжало достаточное количество иностранных граждан, и они не только обращались, не столько обращались за получением разрешительных документов, потому что когда обращаются в наши подразделения за предоставлением государственной услуги, это оформлением патентов, оформлением разрешения на временное проживание, видов на жительство, приобретение гражданства, в этом случае мы также проводим обязательную дактилоскопическую регистрацию. Но все-таки большая часть иностранных граждан не охватывается этой обязанностью. То есть они въезжают, прибывают, уезжают. Допустим, въезжают с целью осуществления трудовой деятельности. Это иностранные граждане, которые въезжают в рамках соглашения с Евроазиатским экономическим союзом. А это достаточно большое количество граждан было. И граждане Армении, и Киргизии, и Белоруссии, и Казахстана. То есть они были не охвачены. Это иностранные граждане, которые въезжали сюда с целью учеба. То есть и эту категорию граждан мы ранее не охватывали. Хотя среди них могли быть разные иностранцы, которые... Да, цели бывают разные. И, конечно, большая часть, это которые въезжают сюда, ну, будем условно говорить, для воссоединения с семьей, к своим родственникам. Приезжают они либо до 90 дней, либо имеют основания для продления срока пребывания. А на сегодняшний день законодательством предусмотрены расширенные условия продления срока пребывания. То есть воссоединение с семьей, члены семьи имеют основания для нахождения на территории Российской Федерации более 90 дней. Поэтому, чтобы охватить вот такой круг, большой, значительный круг, законодатель все-таки обязал иностранных граждан проходить вот эту обязательную доктерско-опическую регистрацию. Спасибо огромное за вот такой подробный рассказ. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была полковник полиции Марина Владимировна Градова, заместитель начальника управления по вопросам миграции ОМВТ России по Тверской области. Уважаемые друзья, соблюдайте закон и будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.